Дорогие друзья, я не буду переводить себя на русский язык, я не буду цитировать ту песню, которую я произнесла на иврите. Я только хочу сказать вам, что я догадываюсь, что через недалекое время вы сможете сами читать, писать и говорить на иврите, и, конечно же, слышать наш прекрасный язык. А самое главное, слышать то, что говорится в этой песне. Они посвящены, эти слова, великому городу в мире, городу Иерусалиму, столице государства Израиля. Я думаю, что вы от меня, как от министра абсорбции, хотите услышать что-то конкретное. Несколько дней тому назад в Киеве, в Днепропетровске, в Умане я встречалась с вами, теми, может быть, частью тех людей, которые сидят здесь сегодня. Ну-ка поднимите руки, мы видели с вами? Я вам обещала что-то. Здесь, на земле государства Израиль, все обещания исполняются. Я должна вам сказать, я тоже приехала в страну 30 лет тому назад, и когда я спустилась по трапу самолета и спустилась по нему за своим мужем, кроме жары и той страшной сауны, которую я почувствовала, меня не сразу повезли в Иерусалим. Это было страшно, это было душно, это было жарко, это сопровождало меня 30 лет. Но я вам должна сказать, то тепло человеческих сердец, та душа, которая есть в каждом еврее, который встретится у вас на дороге, нет, нет, никогда не будет ни в одном уголке мира, ни в одной стране. Пусть ваша дорога в этой жизни будет благословена, когда мы выходили, приезжали в наши города, которые преобразились вместе с нами, которые мы тоже преображали. Мы смотрели налево, мы смотрели направо, мы смотрели и видели только пески в части городов. А сегодня в этих городах для вас, вместе с вами, мы будем строить будущее государства Израиль. И смотрите вперед, какое прекрасное будущее у нас с вами, в нашем доме, в государстве Израиль, в нашем доме, в нашей стране. Пусть этот год будет благословенным для вас, пусть первые шаги будут легкими, пусть те, которые сопровождают вас по жизни, сопровождают вас так, чтобы, смотря налево и направо, вы могли видеть впереди ваше будущее и будущее ваших детей. Вы знаете, говорят, что в доме и стены помогают. Я хочу, чтобы Министерство абсорбции было теми стенами, которые помогут вам в вашей абсорбции. Наши двери для вас открыты. Пусть этот год будет для нас и для государства Израиль счастливым, годом мира, годом счастья и, конечно же, годом, когда в наше государство будут продолжать прилетать новые репетианты. Пусть этот год вместе с нашей страной строите вы и наше будущее в государстве Израиль. Будьте благословены нашей земле, счастья вам, успехов вам, добра вам и хороших-хороших дней и лет в государстве Израиль.